всем привет с вами дмитрий урсул и сегодняшнее видео я решил поговорить на тему эквалайзеров а точнее отличие обычного ченнл и кю от линии рфинал и кью или линейно-фазового эквалайзера этот вопрос периодически возникает у людей там особенно те кто только-только изучает вот эквализацию недавно у меня на бусте вышел курс посвященный эквалайзером в лоджик и там я в том числе естественно раз рассказывал про обычный ченнл и кью и линер фейс ченнл кью и вот возникает вопрос а когда в каких ситуациях какой применять какой лучше какой правильнее и так далее есть свои нюансы вот пройти нюансы мы сегодня с вами поговорим я подготовил два примера и в конце сделаем такой некий вывод когда же лучше и что использовать так вот давайте начнем с нашего самого обычного эквалайзера который если мы нажмем вот у нас здесь есть канал с барабанами если мы нажмем просто сюда у нас открывается автоматически плагин и мы можем сделать какое-то изменение давайте послушаем наши барабаны то есть я могу добавить чуть-чуть сап низа для бочки можно мало чуть-чуть сделать таким более высоким такую примерную обработку сделал так вот что у нас происходит вот в местах где у нас есть какие-то изменения в частот на диапазоне по сути как бы скажем так мы получаем естественно изменение тембра потому что громкость этих частот у нас увеличивается но это сказывается на общее восприятие фазы самой партии то есть если мы посмотрим на волну исходной партии еще как бы до обработки то у нас есть некая фаза звука то есть напоминаешь что здесь у нас все барабаны звучат одновременно поэтому где-то на каких ударах на каких-то ударах у нас одновременно накладывается и бочка и снейр и хай-хэт и они вот создают такую некую волну скажем так фазовую да то есть у нас по фазе распределяется сигнал и мы его слышим в таком виде но как только мы его как-то видоизменяем усиливаем какие-то отдельные частотные гармоники вот эта фаза у нас также начнет меняться мы просто так работает эквалайзер то чтобы усилить какую-то отдельную частоту а соседние не затрагивать у нас будет так или иначе меняться вот эта фаза этот плагин работает без задержек то есть он работает в реальном времени просто нам усиливать как ручкой громкости отдельные зоны частота какие-то и вовсе вырезает ну думаю для тех кто уже как-то примерно знаком с эквалайзером для этого для них это не новость вот но давайте посмотрим как собственно вот я сделал обработку как она сказывается вот на той самой фазе сигнала я сейчас сделаю bounce in place то есть нашего региона control b нажимаем нажимаем ченнел кью на новый трек оставим пока что без изменений наш основной трек да все делаем вот нас получился новый новый регион и давайте посмотрим он уже в него уже вшита информация нашего ченнел и кью плагина то есть он уже с обработкой и давайте посмотрим что у нас произошло с фазой ну каких-то прям супер сильных изменений нет то что я обработка была не сильно но вот например панч от бочки чуть-чуть поменялся то есть видите мы логично что мы усиливали здесь сап низ и вот это ну скажем так уровень именно от этого первого пинка у нас усилился но так как здесь бочка звучала одна у нас такое влияние оказалось если там брать какие-то другие вот более комплексный ведь здесь уже чуть-чуть по-другому то есть вот пример здесь у меня фаза была больше в положительную сторону здесь она уже ближе к нулевой позиции где-то даже часть сигнала видите ушла даже в отрицательную сторону то есть у нас ченнел и кью влияет непосредственно на фазу то есть то о чем речь и изначально была то о чем я говорил так вот некоторые звуко режиссеры начинают переживать что вот как же у меня есть хорошая фаза которую хочу сохранить и вот как вот хочу добавить частот но при этом чтобы фаза у меня сохранилась изначально и ну насколько это возможно есть категория плагинов который называется плагины с линейной фазы то есть что это означает это означает что весь процессинг происходит а потом происходит компенсация вот этой фазового искажения не происходит она за счет сдвига сигнала скажем так по времени обратно, то есть вот эти все изменения, которые произошли, они вносят некое временное, ну, скажем так, не проблемы, а просто какие-то изменения, и за счёт этих временных изменений у нас, собственно, и меняется фаза. Потому что фаза — это движение сигнала от положительного, от позитивного в отрицательную сторону, во времени, то есть, ну, собственно, и герцы отсюда же и так далее, то есть это биение, частоты, и всё, что у нас связано, ну, я про это много раз рассказывал, и в курсах просто о сложном устройстве цифрового звука, и не только, то есть как у нас, в принципе, молекулы воздуха перемещаются, то есть это, ну, плюс и минус, там, отрицательная, положительная, ну, как вы понимаете, всё это работает, ноль — это абсолютно тишина, когда у нас фаза нулевая, то есть ничего нету, мы ничего не слышим, потому что нас ничто не дребезжит, как только у нас есть фаза положительная и тут же отрицательная возникает, как её противовес, то у нас происходит, начинает происходить какое-то движение. Барабанные перепонки у нас также вибрируют в положительном, отрицательном эквиваленте, скажем так, за счёт этого мы и слышим частоты. Ну, это есть, так, вкратце такой ликбез. Так вот, как вы видите, у нас произошла смена вот этой самой фазы, и вот разработчики подумали, ну, давайте сделаем какой-нибудь плагин или какую-нибудь линейку плагинов, или вообще, скажем так, систему разработки плагинов, такую некую методику, которые будут нам компенсировать фазу. Доступ ко всем курсам школы Logic ProHelp всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное — получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty — это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. И появился линейный фазовый эквалайзер. Сейчас я пока замьютирую то, что у нас получилось. Вернемся к нашему плагину. И если мы на него нажмем и заменим в Logite на этот же линейно-фазовый... Ну давайте я сейчас здесь, чтобы не путаться среди моих плагинов. Вот у нас есть линейно-фазовый эквалайзер в списке. То есть у нас есть Channel Cube базовый и Linear Face EQ. Если я его нажимаю, у нас настройки сохраняются, то есть они те же остались. Это очень удобно, кстати. Но алгоритм поменялся. Если я наведу на плагин, то он покажет, что у нас аж 2560 сэмплов появилась задержка. То есть если у вас в сессии есть вот эти Linear Face EQ плагины, у вас уже будет задержка. То есть в реальном времени вы что-то писать не сможете. Вы будете слышать 100 миллисекунд задержки. Это прям ощутимо. Для чего нужна эта задержка? Как раз для того, чтобы скомпенсировать фазу. То есть этих всех изменений. По звуку давайте послушаем. Ну вроде звучит неплохо. Давайте теперь сделаем bounce. Назовем Linear Face. Так, вот у нас получился такой файл. И давайте посмотрим, что у нас стало с фазой. Так, ну как мы видим, здесь уже фаза у нас ближе к оригиналу. Есть все равно какие-то изменения, но она чуть стала ближе. Хотя вот здесь тоже у нас чуть-чуть провалилась фаза. Но давайте сравним с тем, что происходит вот здесь у нас в Channel EQ. Сейчас я даже их раскрашу в разные цвета, чтобы было нагляднее. Например, такой. Исходный сделаем таким цветом. То есть вот у нас рыжий – это линейная фазовая. А зеленый – это у нас Channel EQ. То есть видите, здесь фаза вообще ушла в отрицательную сторону. В оригинале у нас было как бы чуть выше. Но здесь какие-то средние значения. Опять же, конечно, это все будет варьироваться в зависимости от настроек. То есть насколько здесь радикальны будут какие-то срезы, подъемы. То есть здесь у меня не самые такие прям жесткие настройки. Поэтому не самая большая проблема. Но возникает еще такое понятие, как Pre-Ringing Artifacts. То есть артефакты как бы вот этого смещения во времени. То есть на что тратятся вот эти 100 миллисекунд? Они тратятся на то, чтобы скомпенсировать и как бы вернуть во времени обратно наш звук. Ну мы просто это слышим со 100 миллисекундной задержки. Но за 100 миллисекунд задержки происходит куча процессов. И вот за счет этого сдвигания у нас некоторые транзиенты, особенно вот в барабанных и так далее, могут пострадать. Вот здесь это не так наглядно видно. Но иногда бывает, что на некоторых партиях, вот например, ну если присмотреться в принципе. Вот мы видим, смотрите, у нас сигнал начинался вот от этой отметки. Давайте я поставлю Playhead. И вот в Channel Q, если мы посмотрим внизу в зеленом, у нас тоже с этой отметки по сути начинается сигнал. То есть до этого полная тишина и вот начинается некий удар. А здесь, как вы видите, у нас появился какой-то вдруг внезапно отрицательный какой-то, ну я даже не знаю здесь, ну несколько сэмплов вот такого вот, ну скажем так, начала сигнала. Хотя по сути в оригинальном у нас его не было. Это как раз за счет вот того самого подкапотного сдвигания сигнала назад у нас появились эти артефакты. Они так называются артефакты. И они, к сожалению, если их много, если там сильная обработка, они начинают сказываться немножко на транзиентах. Вот, кстати, здесь это тоже хорошо видно. Смотрите, у нас какой здесь был, ну такой некий щелчок, да, импульс. А смотрите, насколько он стух вот здесь. Ну то есть он не такой сильный. В Channel Q он тоже стух, ну скорее всего из-за фазовых проблем, а здесь из-за вот этого смещения. Ну то есть как бы все равно проблемы какие-то остаются и присутствуют. И даже вот так вот, если быстро посмотреть на сигнал, получается все время разные варианты. То есть здесь один вариант, здесь такой будет некий промежуточный. И вот у нас оригинал, даже по вот этим формам волн можно это определить. Давайте послушаем, как вот звучат сейчас просто в сравнении. Я на исходном выключу плагин. И в сравнении буду переключать в соло те или иные барабаны. И просто послушаем вот общее восприятие звука. Ну логичнее конечно сравнивать линейный фазовый и Channel Q вариант. Потому что у нас исходные барабаны сейчас получается необработанные. И, ну, само изменение тембра у нас отвлекает. Давайте будем сравнивать вот эти два. Ну вот я слышу, например, разницу чуть-чуть в панче. То есть если у меня внизу на Channel EQ как будто у бочки чуть больше смещение вот этого транзиента в низкие частоты, то у Linear Face EQ наоборот чуть больше высокие. Ну, давайте я прямо сейчас засолирую бочку, зациклю ее. То есть здесь как будто больше призвука какого-то низкого. А здесь чуть больше щелчка. То есть видите, разница есть. И она, ну, скажем так, немножко непредсказуемая. То есть в разных ситуациях, в разных случаях по-разному себя ведет эта история. Ну, просто имейте в виду, что вот эти вот артефакты, они сказываются на вот таких транзиентных особенно материалах. То есть там, где прямо есть четкая атака, четкий щелчок, он будет немножко размыливаться в линейной фазовой истории. Но зато фаза у вас будет максимально близка к исходному варианту, нежели чем вот Channel Q. Как мы видим, там некоторые транзиенты вообще провалились в отрицательную сторону. То есть вот такие вот данные. Что с этим делать, вы спросите? Ну, как правило, есть такое правило, использовать линейные фазовые эквалайзеры на общем звуке. Потому что вот эти изменения в транзиентах, они хорошо работают и маскируются, когда у вас звучит общая фонограмма. Соответственно, оно, во-первых, чуть сглаживает звучание, то есть у вас нет таких острых пиков. Ну, представьте, у вас 40 дорожек звучит, там и гитара, и барабаны, и вокал. У всех есть свои транзиенты. И вот линейная фазовая эквалайзация, во-первых, не поменяет жестко фазу общего уже сигнала. А там это более заметно, когда у вас начинает плыть бас вместе с гитарой одновременно по фазе. Это не очень хорошо. Но самое главное, что там не так заметны вот эти вот именно артефакты транзиентные. Но они как будто сглаживаются. То есть да, изменения есть, но оно как будто сглаживается. А вот на обычных инструментах, то есть на самих дорожках, лучше все-таки использовать Channel Cube без вот этой заморочки с фазой. Потому что да, фаза чуть поменяется, но сами транзиенты, сами щелчки у вас останутся в первозданном виде. Вот, так что это такое как бы золотое правило. Но давайте, чтобы не быть голословным, я вам на примере покажу. У меня здесь есть вот такой файл. Этим я сейчас спрячу. Ну, это просто обычный джингл из библиотеки Logic. Давайте его послушаем. И вот сейчас я сделаю здесь обработку тоже какую-нибудь с помощью Channel Cube. Ну, допустим, такую. Сделаем также Bounce. Ну, допустим, такую. Сделаем также Bounce. Назовем у нас это Channel Cube. И сделаем то же самое. Поменяем на линейно-фазовый эквалайзер. Настройки у нас сохранились. Делаем также Bounce. Сейчас это я замьютирую. И давайте посмотрим, опять же, визуально. Ну, визуально здесь мы уже так сильно прям каких-то разниц не заметим, потому что материал уже более комплексный. Здесь очень много всего звучит и гитары, и барабаны. То есть, ну, можно какие-то там разницу в фазе. Вот видите, здесь, например, рисунок чуть-чуть как будто изменился тоже по фазе. Ну, у Channel Cube и так далее. Ну, давайте послушаем, послушаем, как у нас, собственно, в чем у нас разница именно в звуке. То есть, что именно изменяется, вот если так вот судить, то есть, послушать. Это очень легко делается. Мы просто берем, у нас абсолютно одинаковая громкость этих обеих дорожек. И на одной я просто переверну фазу. Ставим Plug and Gain. Переворачиваем фазу. Ну, для частоты эксперимента давайте я продемонстрирую. Сейчас перемещу пока сюда Channel EQ. И вот сюда скопирую линейно-фазовый коллайзер. У нас, по сути, сейчас должна быть полная тишина, потому что два абсолютно одинаковых региона линейно-фазовых. И на одном из них на 180 перевернута фаза. То есть, полностью. И сейчас, давайте послушаем, должна быть тишина. Да, как мы видим, что у нас дорожки звучат, но на мастере у нас полная тишина. Значит, у нас все работает правильно. Теперь мы перемещаем обратно Channel EQ. И давайте послушаем, какая у нас разница в сигналах. И, по сути, мы слышим частично вот те, как бы, сдвинутый сигнал, который, естественно, по фазе не совпадает с тем, что у нас получилось в Channel EQ, у которой никакого сдвига не было под капотом. И, как видите, довольно серьезно. Это не просто какие-то щелчки отдельные или какие-то всплески. Это прям полный спектр. Басовые частоты у нас поменялись. У нас верха затронулись. То есть, опять же, сейчас я не пытаюсь драматизировать, что это что-то страшное происходит. Естественно, такие сравнения вообще в реальной практике вам не понадобятся. Это такой, скорее, просто полевой эксперимент. Но просто имейте в виду, что линейно-фазовый коллайзер, он как бы задействует и влияет на весь сигнал, на все частоты. И вот здесь это слышно, и разница прям колоссальная. Ну, то есть от Channel EQ довольно сильно отличается у нас, в том числе и за счет фазы. И поэтому вот такое просто правило, что Linear Face EQ, как правило, менее заметен и более полезен на, во-первых, не таких экстремальных настройках, там каких-то очень тонких, каких-то прям скрупулезных. То есть это лучше все-таки делать Channel EQ. Здесь же лучше такими широкими мазками просто, как правило, используют либо на группах, то есть где у вас там весь оркестр прозвучит, или там все барабаны, хотя это реже, вот, либо там все гитары, допустим. Но, как правило, используют на мастере, особенно при мастеринге. При мастеринге очень часто используют линейно-фазовый эквалайзер, и там вот просто очень-очень аккуратненько какие-то частотные зоны подчеркивают. И, кстати, я заметил, что изменения вот небольшие, когда мы работаем уже с общим сигналом, например, на мастеринге в линейно-фазовом эквалайзере, они как будто чуть более заметны, чем изменения вот обычным Channel EQ. Вот, то есть там как будто хочется чуть больше добавить изменений, и чтобы услышать какой-то результат. А здесь вот чуть-чуть добавил, уже характер звучания поменялся. Поэтому это доказывает, что разница абсолютно есть между ними, между этими плагинами. И вот все-таки линейно-фазовый эквалайзер я лично рекомендую использовать на мастере, то есть на выходе, или при мастеринге сигналом. Например, у вас там 10 треков здесь для альбома, и вы на каждом из них ставите linear phase EQ, просто чтобы чуть-чуть выровнять частотную характеристику между треками, как вариант. То есть вот такое правило, чтобы не мучиться. Ну, кто-то, может быть, будет спорить со мной, тоже пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, вот я пришел к тому, что обычный эквалайзер лучше использовать на отдельных партиях, на отдельных дорожках, а уже линейно-фазовый эквалайзер, точнее, использовать уже на каких-то общих звучаниях инструментов. Что ж, вот такое у нас сегодня получилось видео. Обязательно напишите в комментариях ваше мнение, задавались ли вы таким вопросом, сталкивались ли вы с таким вот непониманием, недопониманием, как и когда использовать разные типы эквалайзеров. Обязательно пишите свое мнение, свой опыт, если он у вас есть. Может, кто же с чем-то таким интересным сталкивались. В общем, я всегда за обратную связь. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Как обычно, подписывайтесь на канал Logic Pro Help, потому что здесь выходит каждое воскресенье видео по Logic, и по разным плагинам, и по разным техникам работы со звуком. Поэтому будьте обязательно на связи, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в наш Telegram-чат, если вы еще не там. Напомню, что мы там обмениваемся постоянно опытом работы с Logic. Уже вышел одиннадцатый Logic, и по нему тоже сейчас много вопросов. Так что вступайте. Я там всегда тоже на связи. Всегда рад вашим вопросам. На них всегда отвечаю. А на самые интересные записываю вот такие видео-ответы на нашем YouTube-канале. Что ж, с вами был Дмитрий Урсул. Всем успехов в творчестве. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok